Всем привет друзья! В этом видео вы увидите полезные товары для рыбалки с торговой площадки Алиэкспресс. Среди которых будут инструменты, приборы, вспомогательные приспособления, ну и конечно же различные удилища и интересные приманки. Ссылки на все эти вещи находятся в описании под этим видео. Подписывайтесь на каналы YouTube, Telegram и группу ВКонтакте. Ссылки на них также есть в описании. А сейчас желаю приятного просмотра! Приманка мини-ловушка. Эта силиконовая приманка имеет особый вид монтажа, который позволяет ей извиваться, имитируя раненую или умирающую добычу. Что конечно же привлекает хищника, так как от легкой добычи никто не откажется. Проводка здесь рывковая, как твичинг воблеров. При рывке приманка складывается от сопротивления воды, затем на паузе выпрямляется. И снова легкий рывок концом удилища. Подходит для ловли окуня, щуки и форели. Приманка планер. Приманка с жестким корпусом, состоящая из двух частей, соединенная шарниром. Это позволяет приманке реалистично имитировать движение рыбы. Также в центре корпуса встроен вращающийся лепесто, который создает вибрацию и шум в воде, привлекая внимание хищника. Оснащен двумя тройниками. Внешний вид приманки сделан довольно реалистично. Глаза, хвост, плавники и даже чешуя. А цвет можно выбрать при заказе. Приманка воппер-плоппер. Эта приманка имеет хвостовой части однолопастный винт. Этим винтом при проводке создается привлекательный гидродинамический след, а также создается шум и вибрация, что конечно же привлекает хищную рыбу. Игра этой приманки происходит на поверхности или при поверхностном слое воды. А значит можно ловить на мелководье, на заросших травой участках водоема. Ну и на глубоких местах ее тоже можно использовать. Проводку можно делать равномерно, с паузами, а также легкими рывками. Кастинговое удилище. Это идеальный выбор для рыболова, ищущего универсальное удилище для ловли хищника. Сверхбыстрый строй, средняя жесткость, высокомодульный графит позволяют максимально эффективно использовать его как для джига и твичинга, так и для ловли на воблеры и блесны. Высокая чувствительность, большая дальность заброса и уверенная работа при вываживании делает это удилище пригодным для ловли самых разнообразных видов рыб разными способами. Телескопическая мини-удочка. Это компактная удочка, которая в складном виде имеет длину всего 30 сантиметров. Это идеальный вариант для незапланированной рыбалки. Можно просто возить ее с собой, например, в машине, и в случае, если будете отдыхать неподалеку от озера или речки, можно будет половить рыбу. Полная длина удочки составляет от 1,3 до 2,7 метров. Размер можно выбрать при заказе. Имеется катушка-держатель, рукоять имеет нескользящее покрытие. Изготовлена из углеродного волокна. Снайперская рогатка. В народе ее называют просто рогатка для рыбалки. Она предназначена для боуфишинга. Это метод рыбной ловли с использованием гарпунов, дротиков и стрел. Рогатка оборудована катушкой с леской и лазером для прицеливания. В комплекте идут стрелы, их количество можно выбрать при заказе. Но предупреждаю, что на территории Российской Федерации боуфишинг запрещен в границах общедоступных акваторий водоемов. Но тем не менее, можно практиковать данный метод в частных хозяйствах, где рыба разводится искусственно. Спасательный жилет-разгрузка. Жилет имеет множество карманов для различных вещей, которые необходимы на рыбалке. Карман для бутылки, крепление молли для дополнительного снаряжения и специальное крепление для спиннинга. Помимо этого, жилет еще выполняет спасательную функцию. Для этого на спине есть отдел для спиннингного полиэтилена, который не тонет, что поможет удержать рыбака на плаву, если тот вдруг окажется в воде. Размер жилета регулируется. Материал ткани – полиэстер. Держатель для удочек в машине. Этот держатель изготовлен из Кани Оксфорд крепится на спинках передних сидений автомобиля, а к нему уже крепятся удочки с помощью липучек. Предназначен для трех удилищ. Такое крепление позволит в целости и сохранности довести удочки до места рыбалки, а также не будет мешаться в салоне автомобиля. Надувная лодка. Данная лодка рассчитана на два человека и сделана из специально высокопрочного ПВХ-материала, который источник воздействия у бензина, масел, соленой воды, а также механическим повреждением. Лодка имеет три независимых воздушных отсека, один из которых – это надувное дно. Два крепежа для удочек освободят вам руки во время ожидания долгожданного улова. Конечно же, есть встроенные держатели для весел и можно включить в комплект крепление для бензинового или электродвигателя, а также сам электродвигатель. Инструмент для извлечения крючка. Это приспособление для быстрого и безопасного извлечения крючка из добытой рыбы. Он представляет собой подпружиненную Т-образную рукоять и подвижный шток с крючком на конце, который задвигается вовнутрь. Такой механизм позволяет достать крючок с минимальным повреждением для рыбы, а главное – безопасно для самого рыбака. Выполнен инструмент из нержавеющей стали, поэтому он долговечен и не боится регулярного контакта с водой. А ручки выполнены из нескользящего материала для лучшего сцепления. Набор инструментов для ремонта катушек. Это инструмент для ремонта и обслуживания рыболовных катушек, благодаря которому они прослужат значительно дольше, а это как-никак экономия. Набор включает в себя съемник штифта со шпули, съемник крышки, гаечный ключ, инструмент для проверки подшипника, отвертка и набор бит к ней, пинцет, щетку для чистки и пластиковый бокс, в котором под каждый инструмент отведено свое место. Все инструменты изготовлены из алюминия. Катер для прикормки. Это катер для рыбалки с GPS модулем и тремя резервуарами для прикормки. С помощью него вы можете быстро доставить корм и создать рыбное место там, где вам хочется, либо увеличить эффективность клева текущего места. GPS модуль позволяет запомнить 4 точки, чтобы вернуться к ним в другое время и скинуть дополнительную приманку. Также возможен автоматический возврат вместо старта. Грузоподъемность катера при заполненности всех резервуаров составляет 2 килограмма. А для ночной рыбалки предусмотрено два ярких фонаря разного цвета. Сигнализатор поклевки. Такое устройство избавляет рыбака от необходимости постоянно контролировать поклевку при донной ловле. Оно имеет звуковую и световую сигнализацию с возможностью настройки чувствительности. Цветовая сигнализация заметна даже в светлое время суток, а звуковая слышна на большие расстояния. А если вы будете находиться так далеко, что не услышите сигнализацию, беспроводной путь дистанционного управления оповестит вас о поклевке на расстоянии до 100 метров. Ну и конечно еще один немаловажный плюс модели это надежный влагозащищенный корпус. Подводная камера. Данная камера создает эффект полного погружения в атмосферу рыбалки, а также обеспечивает контроль над процессом ловли рыбы, увеличивая шанс успешной поклевки. Включает свой состав камеру с подсветкой и углом обзора 165 градусов, прочный 15-метровый кабель, цветной монитор с экраном 4,3 дюйма и различные крепления на удочку. При помощи специальных держателей камера фиксируется либо в горизонтальном, либо в вертикальном положении в зависимости от необходимых условий съемки. Велкропатчи. Это опознавательные знаки на рыбацкую тему. Один вот такой, скелет рыбы и надпись рыболовные войска, спецназ. Эту я себе на куртку повесил. А другой просто с изображением скелета рыбы, к тому же еще и с повязкой на глазе, типа пираты. Эту на бейсболку поцепил. Конечно же есть патчи и с другими рисунками, можете посмотреть перейдя по ссылке в описании. Рисунки здесь вышиты нитками, никакой краски. С обратной стороны, естественно, липучка. Мультипликаторная катушка Cast King Cast Real Elite. Первое, что хочется отметить, это ее очень малый вес, всего 126 грамм. При этом рама довольно прочная, так как изготовлена из алюминиево-магниевого сплава. Ручки изготовлены из углеродного волокна, а кнопы из пластика. Размер рукояти по осям 80 миллиметров. Вес шпулей 5,6 грамм. Это дает легкий старт при забросе. Стоит отметить и тормозную систему. Ход колодок здесь очень маленький. Они выдвигаются при помощи усиления магнитной индукции, что позволяет лучше контролировать процесс заброса. Катушка хорошо справляется с легкими приманками, в то же время способна противостоять натиску большого трофея. Приманка утенок. Это поверхностная приманка, которая имитирует маленького утенка. Она изготовлена из пластика, оснащена двумя тройными крючками и вращающимися лапками, которые при проводке оставляют после себя всплески и следы из пузырьков, тем самым вызывая интерес хищника и помогает ему отследить утенка. Проводки нужно сопровождать периодическими подергиваниями удилища. При такой технике насадка будет немного опускаться в воду, создавая реалистичный эффект. Приманка рекомендована для ловли щуки. Место для лова лучше всего подойдет в таких местах водоемов, где водятся утки. Свимбейт с лопастью. Это приманка, состоящая из восьми сегментов тела, соединенных между собой подвижным креплением. Это позволяет ей имитировать реалистичные движения настоящей рыбы. В отличие от большинства приманок подобного типа, еще и оборудована воблерной лопастью, что придает ей существенно более активную игру, даже на минимальных скоростях проводки. Но рекомендуется равномерная проводка в среднем темпе, чередующаяся с неподолжительными паузами. Предназначена для ловли щуки. Однако на нее можно поймать и другую хищную рыбу. Есть разные расцветки. Рыболовные плоскогубцы. Губки плоскогубцев имеют вытянутую форму, которая удобна не только для подгибания крючков и поджимания различных оснасток, а также позволяет использовать плоскогубцы для извлечения крючка из пасти рыбы. Боковые кусачки из высокопрочного сплава предназначены для обрезания лески или шнура. Они съемны и при необходимости со временем их можно заменить. Плоскогубцы оснащены разжимом для заводных колец и приспособлением для обжимания трубочек при самостоятельном изготовлении металлических поводков. Также в комплекте идет пружинный шнур с карабином и специальный чехол. Сумка для удочек и снастей. Это сумка с вместительным главным отделом на 80 литров, который закрывается на замок молнию почти во всю длину сумки. Также сверху имеется открытая горловина с затягиванием шнурком. Есть огромный внешний карман, регулируемый плечевой ремень и ручка для переноски. Ну и самое главное есть внешние крепления удилищ. Снизу 5 карманов куда они вставляются и вверху крепления с липучками. Материал сумки ткань Оксфорд. Размер 110 сантиметров по длине и 24 сантиметра в диаметре. Нагрудная сумка. Эта сумка предназначена для быстрого доступа и смены приманок или других снастей. Для этого она оборудована главным отделом, который открывается на 90 градусов. Для этого есть шнур, который фиксирует его в нужном положении. Также есть возможность регулировать угол открытия. В этом отделе находится пластиковый бокс на 5 ячеек для различных приманок. Также внутри есть дополнительные карманы на молнии. Снаружи тоже есть различные карманы, один из которых предназначен для спиннинга. Сумка вешается на шее и застегивается на поясе ремнем с пряжкой Fastex. Также ее можно повесить на бедро, закрепив верхний ремень на поясе, а нижний на бедре. Складное кресло. Это легкое и компактное рыболовное кресло с регулируемыми по высоте ножками и спинкой. Идеально подходит для ловли поплавочной удочкой Hirabuna, а также для любых других видов ловли с берега. Регулируемые ножки позволяют установить кресло на неровную и даже покатую поверхность. Пятки ножек выполнены из металла и имеют шипы для лучшего удержания на жесткой наклонной поверхности. А большой диаметр пяток препятствует проваливанию ножек в мягкий грунт. Кресло имеет много вариантов обвеса, позволяющих установить удочки, насадочный столик, зонт, емкость для наживки и многое другое. Коробка для приманок. Эта коробка предназначена для хранения и транспортировки рыболовных приманок, воблеров, блесен и тому подобное. Коробка изготовлена из пластика с полупрозрачной крышкой. Оснащена качественными поворотными петлями и широкими защёлками. Специальные вентиляционные отверстия не позволят влаге скапливаться внутри коробки, благодаря чему приманки не будут окисляться. Количество ячеек 14. 7 с одной стороны и 7 с другой. Размер коробки без крышки 21 на 11 на 3 сантиметра. Есть разные расцветки. Захват. Такой захват помогает безопасно удерживать скользкую, кусачую, колючую, ядовитую рыбу и проводить с ней различные манипуляции без непосредственного контакта с руками, что позволит им остаться чистыми и без повреждений. Захват изготовлен из АБС пластика в виде щипцов. На внутренней рабочей части имеются зубцы для лучшего удерживания рыбы. Есть кнопка, которая фиксирует захват в закрытом положении, чтобы не уставала рука. Также захват оснащен карабином с ретривером. Поплавок с автоматическим подсекателем. При поплавочной ловле нередко бывает такое, что можно на секунду отлезться и прозевать поклевку. Но с таким поплавком этого не случится, так как он может сам подсекать рыбу. Механизм здесь довольно простой. Это пружина на киле, фиксатор лески в нижней части и стопоры на леске. Собственно, нужно выставить нужную глубину, опустить пружину и зафиксировать леску. И когда рыба потянет леску, она соскочит с фиксатора, выпрямится, потяну за собой леску и тем самым зацепит рыбу. Держатель удочки с автоматической подсечкой. Это эффективный вспомогательный механизм, предназначенный для облегчения донной ловли, а конкретнее для автоматической подсечки рыбы. Для использования механизм автоподсекателя нужно привести в рабочее состояние, установить на него удочку и завести леску за спусковой крючок. И когда рыба захватит наживку, леска потянет спусковой крючок, освободив блокирующий механизм. В результате чего пружина резко поднимет удочку. Вам останется только достать улов. Особенно будет полезен, когда процесс рыбалки очень длителен или рыболов ловит сразу на несколько удилищ. Инструмент для завязывания узлов. Благодаря этому инструменту можно очень аккуратно и сравнительно быстро соединить плетеный шнур с флюорокарбоновым поводком или привязать несколько поводков к основной леске. Принцип пользования инструментом достаточно прост. Концы лесок или шнуров зажимаются в специальных клипсах. Делается нужная натяжка и далее привязывается при помощи рыболовных узлов. С таким помощником качество узла получается прочное и надежное. Оптимально и удобно размечается в руке в рабочем состоянии и компактно складывается для хранения и переноски. Приспособление для сматывания старой лески с катушек. Это устройство поможет быстро и без труда снять старый шнур или леску со шпули катушки. Оно работает в обе стороны. В какую сторону вы переведете красный переключатель, туда и будет сматываться леска. Так что можно работать как правой, так и левой рукой. Скорость сматывания составляет 2 метра в секунду. Прочный корпус защитит сматыватель от падения, а противоскользящее покрытие не позволит выронить его во время эксплуатации. Работает от двух батареек типа 2А. Насос 3 в 1. Этот насос можно использовать как рукомойник во время рыбалки. Он забирает воду из озера или речки, фильтрует и выдает через излив. А чтобы не пачкать устройство, кроме физических кнопок, имеется бесконтактное включение. Также его можно использовать для аэрации воды, в которой хранится пойманная рыба, чтобы она оставалась живой. И еще имеется светодиодная подсветка. На устройстве имеется крючок для подвешивания, клипса для фиксации на ведре или других емкостях, а внизу есть крепление на штатив. Беспроводной эхолот. Применяется для обнаружения рыб, определения глубины и рельефа дна с выводом полученных данных на экран смартфона. Эхолот соединяется с телефоном или планшетом через Bluetooth-модуль в радиусе 30 метров. Может сканировать на глубину до 60 метров. Поддерживает двухчастотный режим. Может сканировать дно под широким и узким углом для обнаружения и отслеживания рыбы соответственно. Переключение широкого угла на узкий происходит в автоматическом режиме после обнаружения рыбы. Работает от стройного аккумулятора до 5 часов без подзарядки. Маховая удочка. Данное удилище изготовлено из углеродного волокна. За счет с особого расположения волокон оно имеет высокую прочность. Стоит отметить рукоятку, которая покрыта вязаной тканью, за счет чего удобно и надежно лежит в руке. Кстати, держать в руке ее совсем не трудно, так как она имеет малый вес. Но это конечно зависит от длины удилища. Например, самая маленькая модель на 3,6 метра весит 78 грамм, а самая большая на 6,9 метров 286 грамм. Вершина очень мягкая, при весе около 2 грамм уже прогибается. Кому это может не понравиться, так что при желании ее можно снять. А в комплекте есть запасная вершина из трех колен. Поводочница. Она позволяет хранить и транспортировать готовые поводки и оснастки любой длины. Представляет собой прозрачный корпус из прочного ABS пластика, в котором находятся 8 шпуль, но есть также и на 16. Сами шпуль изготовлены из мягкого спиненного полимера EVO, который отличается легкостью и долговечностью. Поводочница оборудована двумя магнитными замками, что упрощает ее использование и транспортировку. Особенностью этих видов поводочниц является то, что они сохраняют поводки без перегибов, обеспечивая их боевое состояние в любых условиях. Размер поводочницы составляет 20 на 6 сантиметров или 20 на 11 сантиметров на 16 катушек. Диаметр шпули составляет 42 миллиметра. Сигнализатор поклевки. Эта электронная сигнализация поклевки позволит вам вовремя поймать рыбу. Устройство крепится с помощью резинового ремешка на удилище. Леска захватывает специальный рычажок сигнализации и сигнализация срабатывает при отклонении рычага от любого крайнего положения. При натяжении или ослаблении лески больше заданного вами предела. При срабатывании сигнализация включает яркий красный индикатор и сирену. Громкость сирены регулируется от нуля до максимума колесиком, а силу упругости рычага с помощью специального регулятора. Питается от двух обычных батареек типа 3А. Эхолот. Этот компактный беспроводной гаджет предоставит вам предельно точную информацию о рельефе дна и скоплении рыбы в радиусе до 100 метров. Водонепроницаемый корпус с прорезиненным покрытием имеет цветной дисплей с диагональю 3,5 дюйма. Звуковое оповещение в случае обнаружения рыбы и возможность сохранения настроек сонара значительно повысит удовольствие от процесса рыбалки. Эхолот великолепно справляется со своей задачей как студеной зимой, так и жарким летом. В эхолоте размещен встроенный аккумулятор 3,7 вольта, а в комплекте идут сразу две зарядки, которые позволяют зарядить прибор как от сети, так и от прикуривателя в автомобиле. В комплекте к данной модели идут сразу два датчика. Один проводной с углом луча 45 градусов, а другой беспроводной 90 градусов. Также эхолот отображает температуру воды по Цельсию или Фаренгейту, регулируется скорость диаграммы, регулируется чувствительность сонара, настраивается подача звукового сигнала при обнаружении рыбы, имеется индикатор заряда батареи, а также меню полностью на русском языке. Двухсторонняя точилка для крючков. Это точилка с алмазным напылением для заточки рыболовных крючков. Она имеет на одном конце резиновую накладку для удобного удерживания во время работы. Ну а рабочая сторона имеет две канавки для заточки крючков. Она имеет разную зернистость на 600 и 800. Длина точилки 11 сантиметров и ширина 1 сантиметр. Держатель катушки. Простая на первый взгляд операция замена шнура или лески на рыболовной катушке на самом деле может стать довольно проблематичной. Для таких случаев идеально подойдет этот инструмент. Он позволит без лишних усилий за считанные минуты перемотать большое количество лески на другую катушку. Мини удочка. Изготовлена она из стекловолокна и алюминия. Для рыбака запланированного и целенаправленного идущего на рыбалку эта удочка вряд ли подойдет. А вот для случайной рыбалки, возникшей не по плану, она очень будет кстати. Наличие складной мини удочки в рюкзаке при походе, в багажнике автомобиля или на даче обернется отличной возможностью половить рыбу. В сложенном виде само удилище всего 21 сантиметр и похоже на небольшую шариковую ручку. В верхней части колпачка даже имеется клипса. Удилище удочки состоит из пяти телескопических секций и в максимально выдвинутом их положении ее длина составляет 97 сантиметров. В комплект к удилищу входит катушка для лески, превращающая удочку в спиннинг. Катушка выполнена из латуни, имеет кнопку тормоза и регулятор инерции катушки. Флюорокарбоновая леска. Флюорокарбон является полимерным материалом, в состав которого входят углерод и фтор. Ему свойственны такие характеристики, как износостойкость, жесткость и прочность. Но сразу хочу предупредить, что эта леска не на 100% состоит из этого материала, а значит ждать от нее суперпрочности не стоит. В этом она чуть-чуть лучше обычной лески. А приобрести ее можно по другим качествам. Она имеет небольшую растяжимость, почти невидима в воде, обладает меньшей памятью и быстрее погружается в воду. Длину и диаметр лески можно выбрать при заказе. Захват или лифгриб. Предназначен для удобного захвата рыбы при вываживании. Изготовлен из нержавеющего металла с прочной и удобной рукояткой. Особенно полезен случай, когда на приманку с тройниками взял крупный хищник, щука или судак. В таком случае вы избегаете возможности пораниться обустрые зубы щуки или плавники судака при доставании рыбы из воды, а также при посадке на кукан. Крючковяз. Это удобное приспособление для рыбалки, с помощью которого вы надежно привяжете леску к крючку. Такое простое изделие имеет ряд преимуществ. Без него не справиться, если вам понадобится присоединить леску к мелкому крючку. Сэкономит время, если нужно повязать много приспособлений для приманки и зацепа рыбы. И особенно выгодно использовать в холодное время года, когда пальцы мерзнут и плохо двигаются. В дополнение имеет иглы для распутывания узлов на леске. Защитная кепка от солнца и назойливых насекомых. Она полностью закрывает голову, шею и лицо. По бокам кепки есть сетчатые вставки для поступления воздуха. Также и на маске имеется сетка. Все эти детали отстегиваются и кепка принимает свой обычный вид типа бейсболки. Есть разные цветовые варианты, в том числе и камуфляжные. Простой, но довольно эффективный воблер, судя по отзывам любителей и профессионалов. Кольца здесь качественные, крючки очень острые, не разгибаются, имеет антикоррозийное покрытие. Воблер тонущий, шикарно летит, на равномерной проводке заглубляется не глубже полтора-двух метров. Потрясающая игра, очень отчетливая и звонкая. Ну и конечно есть разные варианты раскраски. Блесна-вертушка. Лепесток вращающейся блесны окрашен в точку красного, желтого или черного цвета. А сам лепесток медного, золотого, серебристого и черного цвета. Ну также есть и другие варианты раскраски таких блесен. Такая окраска должна привлекать рыбу и еще больше провоцировать ее на атаку. Еще одно свойство этой блесны, которое привлекает хищников, это то, что она вращается при проводке. Угол вращения лепестка блесны составляет около 60 градусов и оказывает довольно большое сопротивление, которое дает возможность сделать проводку на мелководье и над слоем водной растительности. Силиконовая приманка виброхвост. Эта приманка разработана специально для ловли окуня и судака. Оригинальная форма тела при движении в воде генерирует привлекающие хищников колебания. Боковые ребрышки усиливают игру приманки, придавая ей живые движения. Приманка имеет червеобразное тело с характерным утолщением в передней части и небольшим хвостиком в форме копытца. Отличная приманка для микроджига, причем монтировать их можно как на джиг головке, так и на овсетном крючке. А это воблер очень необычной формы, он как-то и на рыбу не похож, какая-то ну странная форма. В общем его длина составляет 85 миллиметров, а вес 27 грамм. Он оснащен двумя троничками и большой лопаткой, которая позволяет этому чудовищу заглубляться до 3 метров. Я сам-то не пробовал ловить на такой воблер, но погуглил и узнал, что на него хорошо клюет рыба сука и рыба блять. Спасибо за просмотр, надеюсь вам было интересно. Если да, то поставьте палец вверх и напишите в комментариях, что из этих товаров вы бы приобрели себе. И не забудьте зайти на мой телеграм-канал, а если он понравится, то конечно же подпишитесь. Желаю хорошего клёва, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok